Всегда в каких-то критических ситуациях включаются какие-то внутренние резервы, о которых ты, может быть, ранее и не думал никогда. И вот, например, как пример изменения логистики, это вот порт Владивосток, который, казалось бы, у нас по карте очень далёк от нас, но, тем не менее, получилось так, что продукция через порт Владивосток доставляется, к примеру, в Китай гораздо быстрее, нежели через Одесский порт. И у нас получается плюс-минус 1-2 дня, в районе 12 дней наш автомобильный транспорт доходит до Владивостока, перегрузка, и в течение 5-6 дней уже продукция находится в Китае.